Антонина Коваль видела себя в туристической сфере, но жизнь распорядилась иначе. В 2017 году она начала активно заниматься благоустройством своего дома и в итоге возглавила управляющую компанию. Увлечение превратилось в профессию. Теперь Антонина дипломированный специалист в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Я считаю, что в системе жилищно-коммунального хозяйства очень хватает специалистов. И как раз таки руководителям будет очень полезно получать образование в данной области, чтобы более квалифицированно вести свою деятельность. Валерий Быстраков трудится сантехником под руководством Антонины Коваль. Говорит, девушка разрушила его стереотип о том, что ЖКХ – это работа для мужчин. Ежедневно директор управляющей компании решает сотни задач и заботится о десятках домов. При этом от оперативности принятых решений зависит комфорт граждан. Например, будет ли тепло в их квартирах предстоящей зимой. Обязательно, что не скажешь, купить оборудование, без вопросов. Жильцы домов тоже довольны работой молодых и инициативных руководителей управляющей компании. Вот как девочки стали. Мне очень даже нравится. Они очень добросовестные. Вот что случится, позвонишь. Моментально все вопросы решают. В этом году дипломированными специалистами в спире ЖКХ стали 17 человек. Подобный учебный курс актуален для Самары. В городе порядка 12 тысяч многоквартирных домов. Каждому нужен профессиональный управленец. Уже сегодняшняя потребность – это как минимум тысяча таких специалистов. А по области это в три раза больше. Сейчас управляющих компаний много сотен по Самарской области. Но там таких специалистов в ЖКХ нет. Там есть какие-то другие специальности. Например, строитель, управленец, менеджер. Но чисто применительно к ЖКХ у них всегда возникают какие-то проблемы. Программа «Жилищное и коммунальное хозяйство – первая в Самаре», которая предоставляет коммунальщикам не среднее, а высшее образование. Получить его можно пока только в Самарском экономическом университете. Мария Левина, События.